Более 90 медицинских организаций Алтайского края будут работать в новогодние праздники. Расписание приводят корреспонденты АИФ на Алтае. В небольших поликлиниках прием будет вести один дежурный участковый врач и одна-две медсестры. В крупных поликлиниках два-три доктора. В начале января поликлиники и центральные районные больницы будут открыты с 9 утра до 15 часов. Какая погода будет в предновогоднюю неделю и в ночь на 1 января, выяснили корреспонденты толка. По прогнозам, вся рабочая неделя будет довольно прохладной, ожидается до 29 мороза днем и до 34 ночью и редкие осадки. Однако, по данным синоптиков, уже к воскресенью, 30 декабря, в регионе ожидается плавное потепление до минус 12. В понедельник, 31 декабря, ночью прогнозируют минус 14, а в дневные часы до минус 11. Ну а во вторник, 1 января, в крае будет до минус 15 градусов. Основательный ремонт коммунального моста в Бийске может обездвижить Наукоград, предполагают корреспонденты Банкфакса. Администрация Бийска объявила аукцион на разработку проекта ремонта коммунального моста. Победитель конкурса должен быть выявлен в ближайшее время. Но работы могут серьезно осложнить и без того непростую дорожную ситуацию в городе. Власти Бийска планируют не только отремонтировать конструкции проезжей части и тротуаров, трамвайные пути, но и починить контактные сети, подходы, устроить водоотвод, заменить парапеты, укрепить откосы и устроить освещение и выполнить озеленительные работы. Известно, что начальная цена контракта на разработку документации составляет около 3,5 миллионов рублей. Билан, Дюжев и Семенович. Жителям Барнаула звонят звезды и предлагают купить ювелирные изделия. Нестандартный пиар-ход придумала одна из компаний, которая занимается продажей украшений. Комсомольская правда на Алтае рассказывает о том, как жители делятся в соцсетях тем, как, например, Дмитрий Дюжев называет их по имени и делает комплименты. Конечно, звонят звезды не лично, а включается запись аудиоролика, и здесь не обходится без казусов. Например, некоторых мужчин Бурнаула Дмитрий Билан уже называл принцессой.